Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. На прошлой неделе мы заметили, что часть трансгендерного движения становится воинственной и потенциально опасной. В четверг мы посвятили этому часть выпуска. Эта часть была реакцией на выпуск NPR, который мы никогда не ожидали услышать. NPR всегда выступает против владения гражданскими огнестрельным оружием, за исключением, возможно, агентов АРС. Но внезапно эта организация, Национальное общественное радио, решительно призывает трансгендеров покупать оружие, как можно больше оружия и, если необходимо, использовать его. «Мир опасен», — объяснил один транс-владелец оружия. «Ты должен быть опасен в ответ». Нам это кажется странным. Соединенные Штаты, правда, опасны для трансгендеров? Западный Балтимор опасен, там запросто могут убить. Но если вы трансгендер в этой стране, очевидно, есть много недостатков, но есть и преимущества. Например, намного проще поступить в Гарвард, определенно легче устроиться на работу в Ситибанк или в Белый дом Байдена. Если вы трансгендеры, можете управлять воздушным змеем, Пентагон с радостью сделает вас пилотом F-35, чтобы Голливуд мог снять об этом фильм. Определение себя трансгендером, какими бы ни были недостатки, означает статус в этой стране. Вот почему так много молодых людей делают это. Немногие представляют себя автомеханиками или монтерами в региональной энергетической компании «Восточном Огайо», но многие первокурсники притворяются представителями противоположного пола, и почему бы и нет? Наше руководство презирает белый рабочий класс, но почитает транс-сообщество. Люди просто реагируют на стимулы, в каком-то смысле это рационально. Но это не объясняет гнев, который мы уловили в выпуске НПР. Почему некоторые транс-люди такие злые, и почему они так злятся именно на традиционных христиан? Мы не помним ни одного трансгендера, когда-либо убитого пастором, насколько нам известно, этого никогда не случалось. Так что это не угроза насилия со стороны христиан, побуждает некоторых трансгендеров покупать R-15. Нет, должно быть что-то более фундаментальное. Так и есть. Транс-движение — зеркальное отражение христианства, и, следовательно, его естественный враг. Вы можете считаться христианином, если признаете, что вы не бог. Христиане открыто признают, что у них нет реальной власти ни над чем, и что у них очень мало добродетелей. Они скажут вам в лицо, что они грешны, беспомощны и в сущности нелепы. Они не стесняются этого, они хвастаются этим. «Спас такого негодяя, как я», — гласит самый известный христианский гимн, когда-либо написанный на английском. Транс-движение придерживается противоположного взгляда. Транс-идеология претендует на господство над самой природой. «Мы можем изменить личность, с которой родились», — скажут они вам с дикой уверенностью в глазах. Христиане никогда не согласятся с этим утверждением, потому что они верят, что такой силой обладает только Бог. Это нежелание согласиться, этот отказ признать господство трансгендеров над природой, провоцирует и приводит в ярость некоторых представителей транс-сообщества. Люди, считающие, что они Бог, не выносят напоминания о том, что это не так. Христианство и ортодоксальная трансгендерность — совершенно несовместимые теологии. Они никогда не смогут помириться, они на пути столкновения друг с другом. Одна сторона, скорее всего, начнет проливать кровь другой. К такому заключению мы пришли. В понедельник утром, к сожалению, наши опасения подтвердились. Трансгендерная личность по имени Одри Хейл совершила массовое убийство в христианской школе в Нэшвилле. Хейл ворвалась в место под названием «Школа Завета» и казнила троих девятилетних детей, а также троих взрослых. Полиция опубликовала кадры окончания обойней с нательных камер, мы показываем лишь малую часть, остальное можно посмотреть онлайн. Мы не собираемся показывать все, потому что это слишком ужасно и грустно. Но что отвратительно в гораздо более тонком и коварном смысле, так это освещение трагедии в СМИ. Вот, например, Терри Моррен из ABC News говорит, что христиан в Теннесси убили, потому что они нарушили права трансгендеров. Смотрите. Одри Хейл идентифицировала себя как трансгендер. Ранее в этом месяце штат Теннесси принял и губернатор подписал закон, запрещающий медицинские услуги по коррекции пола несовершеннолетних, а также закон, запрещающий шоу мужчин и женщин, имитирующих друг друга, после серии противоречивых дрэк-шоу в этом штате. Штат Теннесси запрещает сексуально увечить детей, детей расстреливают в школе, это причина и следствие. Об этом сообщает ABC News. Так недалеко и до оправдания массовых убийств. Но другие сделали следующий шаг. Группа под названием Транс Резистанс Нетворк заявила, что смерть стрелка – трагедия, которая стала результатом предвзятости к трансам. Тем временем новый транс пресс-секретарь кондитерской компании Херши, некто по имени Фэй Джонсон, опубликовал сообщение после стрельбы, жалуясь на транс-ненавистничество. В Канаде финансируемая налогоплательщиками Организация по защите прав трансгендеров полностью проигнорировала убийство детей в Нэшвилле. И вместо этого заявила о цитата «в стремительном росте насилия над трансгендерами». Это ложь, это доказуемая ложь, все как раз наоборот. Кажется, мы наблюдаем рост транс-терроризма. Человек, пытавшийся убить Брэда Каванна после отмены решения по делу Роу против Уойда, идентифицировал себя как девушка-трансгеймер. Человек, открывший стрельбу в ночном клубе в Колорадо и убивший пятерых человек, идентифицировал себя как небинарный. Теперь этот случай и может быть больше. Антифа объявила, что предстоящая суббота станет днем возмездия трансгендеров. Возмездия за что, объяснения нет. Но предполагается, что в эти выходные в Вашингтоне будет насилие. Конгрессвумен Марджери Тейлор Грин написала об этом в Твиттере. Потому что если грядет день возмездия, остальные, вероятно, должны знать об этом. И затем ее официальный аккаунт в Твиттере был немедленно заблокирован. По-видимому, вы не должны говорить об этом. И власти в Нэшвилле не собираются говорить об этом. Они делают для этого все возможное. Вот глава полиции Нэшвилла объясняет, что хотя он готов говорить об оружии стрелка, он не собирается рассказывать о его мотивах. Смотрите. Итак, в манифесте есть несколько упоминаний о других местах. Там есть места, есть разговоры о школе. Там есть карта школы, рисунок возможного способа проникновения и планы нападения. Там довольно много написано. Я не читал весь манифест. Наша команда и ФБР работают над этим. Что ж, это интересно. За несколько минут мы увидели фотографии винтовок и пистолета. У нас есть ужасающие кадры с нательных камер, настолько тревожные, что мы не собираемся их вам показывать. Но почему-то мы не видим манифеста, в котором убийца объясняет причины убийства. Почему это не случайно? Вы точно знаете почему. Потому что это сделало бы очевидное неоспоримым. Трансгендерное движение атакует христиан, в том числе с применением насилия. Большинство христианских лидеров в этой стране не хотят этого признавать. Признание может поставить их в неудобное положение. Но это правда, и любой, кто обращает внимание, знает, что это правда. Поэтому, как и большинство правдивых вещей, это официально подавляется. Вот, например, Джо Байден снова вопит о том, что во всех этих трагедиях виноваты только вы, потому что у вас дома оружие. Вот из последнего. Мы должны сделать больше, чтобы остановить вооруженное насилие. Это разрывает наше сообщество на части. Разрывает душу, саму душу нашей страны. И мы должны сделать больше, чтобы защитить наши школы, чтобы они не превратились в тюрьмы. По сообщениям, у Стрелка в этой ситуации было два автомата и пистолет. Два АК-47. Итак, я снова призываю Конгресс принять мой запрет на штурмовое оружие. Мы собираемся помешать вам узнать, почему Стрелок сделал это, и нам не нужно гадать, потому что она написала целый манифест о том, почему она это сделала. И мы знаем об этом, потому что она рассказала об этом своему другу в Инстаграм. Но мы не можем видеть манифест. Мы можем говорить только об оружии. Мы не можем знать, какие наркотики она принимала, какие гормоны или бензодиазепины. Можем только догадываться. Мы можем говорить только об оружии. Примите мой запрет на штурмовое оружие. Это решит проблему. Но Джо Байден лжет. Он знает, что он лжет. И вы знаете, что он лжет. Бойня произошла не из-за мягких законов об оружии. Бойня произошла из-за безумной и демонической идеологии, которая заражает эту страну при поддержке таких людей, как Джо Байден. Давайте для начала честно скажем об этом. Редактор субтитров А.Семкин